С детства я мечтал о море. Моими любимыми героями были знаменитые капитаны. Сначала Врунгель, затем Нема и Флинт, позже Кусто. Сидя перед черно-белым рекордом, я восхищался храбростью французского акванавта, осваивающего глубины мирового океана. Прошло время. Сегодня мои мечты воплотились в реальность. У меня есть возможность изучать подводный мир, снимать его на видеокамеру. Но это как болезнь. Любимым делом хочется заниматься каждый день, а не только во время отпуска. Однажды я купил большую карту Башкортостана и отметил на ней для себя флажками 7 самых больших водоемов. Озера Кундрыкуль, Аслыкуль, Иктыкуль, Талкас, Павловское, Нугужское и Кармановское водохранилища. Так родился телепроект «Семь жемчужин». Теперь я знаю, в Башкирии не 7 жемчужин, их более тысячи. И даже века не хватит, чтобы все их исследовать. Тем не менее, я не теряю надежды. Осетров изображают на гербах. Им ставят памятники. Они издревле были дорогим товаром. Осетровая черная икра – символ богатства и благополучия. Все это и послужило тому, что сегодня этой ценной рыбы осталось так мало в российских водоемах. Даже один из самых распространенных представителей семейства осетровых – русский осетр – нуждается в охране. Времена, когда в наших реках водились гигантские осетровые весом 2 центнера, например, русский осетр, или даже полторы тонны белуга, а черную икру мерили бочками, давно прошли. Эту историческую фотографию, датированную 30-ми годами прошлого века, я обнаружил в фондах Кушнаренковского историко-краеведческого музея. Ее в музей передала учительница начальных классов Кушнаренковской гимназии Надежда Герасимова. По словам Надежды Герасимовой, фотография сделана в память о поимке гигантской рыбины рыбаками деревни Тарабербина в Ашкирии. В поимке этой белуги участвовал ее дед Евдокин Попов. Он запечатлен на фотографии слева без головного убора. На снимке видно, что стрелка весов, на которых лежит белуга, задрана за пределы. По словам очевидцев, внутри белуги была икра. Сдав рыбу, рыбаки получили за нее попаре сапог и отрез птица на платье для своих жертв. По тем временам солидный заработок. Белуга считается самой крупной рыбой, нерестующей в пресноводных водоемах. Вес ее достигает до 100 пудов. Такие вот гиганты водились в реке Белой. К сожалению, теперь рыбу отлавливают гораздо раньше, чем она успевает набрать столь внушительный вес. Если же дать осетровым прожить столько, сколько они пожелают, то севрюга проплавает лет 30, осетр 50, а белуга все 100 лет. На Руси осетровых издавна называли красной рыбой. Слово «красный» в данном случае характеризует не цвет мяса, оно у осетровых белое. Речь шла о ценности рыбы, о ее красоте. Долгое время рыб вылавливали без счета. Поэтому сегодня абсолютно все виды российских осетровых пребывают в плачевном состоянии. А некоторые занесены в Красную книгу. Им грозит исчезновение. Это зависит скорее не от деятельности рыбоводов, а от других социальных вопросов, политики государства, борьбы с бакомерством. А что касается товарного производства, то оно растет, рыбы много. И в принципе сейчас даже я считаю одной из основных задач – это защита внутреннего рынка от экспорта. Поскольку у нас это развивается, но не очень поддерживается. За рубежом там более выгодные условия. И задачи рыбоводов, я считаю, насытить первостепенно, насытить внутренний рынок. И рыбоводы, значит, хотят от государства, чтобы оно как-то защитило их интересы и создало хотя бы равные условия с теми, кто экспортирует порсию рыбу. Еще в советские времена в разных частях страны появились специализированные научно-исследовательские институты, специальные рыбхозы, которые занимались отловом из рек производителей – рыб, готовых к нересту. У самцов брали сперму, а самки делали гормональную инъекцию, отчего у нее начинала созревать икра. Однако тогда заставить рыбу отдать икру в заводских условиях было невозможно. Самку приходилось скрывать, то есть убивать зрелый особь, которая росла десяток лет. Молоть выращивали на заводе, затем выпускали в реку, чтобы пополнить популяцию. Часть рыбы оставалась жить на заводе, увеличивая маточное поголовье. Но наступило время, и осетров производителей стало меньше. Чтобы решить проблему, на заводах стали применять метод Бурцева. Рыбу разрезали, забирали икру, а затем зашивали. Относительно недавно новый метод предложил ихтеолог-осетровод из Санкт-Петербурга Сергей Подушка. Рыбу теперь не спарывают, а делают ей мини-операцию. Подрезают скальпелем яйцевод, после чего икра легко выходит. Вскоре самка вновь может инвеститься. От самых старых получали икру уже 15 раз по этой технологии. То есть никаких негативных моментов это не несет. Гибель минимальна. Стресс небольшой есть, но и смертельный. Только благодаря такой работе российских ученых-теологов, некоторые осетровые не оказались на грани исчезновения. Хотя их популяции и сокращаются. Речь идет о главных промысловых видах – белуги, калуги, севрюги, стерляди, русском и амурском осетрах. А вот менее популярные виды, например, шип, к сожалению, не представляют большого интереса для рыбоводов. В результате вид, который с древнейших времен водился в Черном, Азовском, Каспийском и Аральском морях, сегодня либо истреблен, либо сохранился в столь малых количествах, что надежды на его восстановление почти нет. Тем не менее, их теологи ее не теряют. Большая работа по восстановлению популяции осетровых сегодня проводится на территории Кармановского рыбхоза в республике Пашкортостан. Здесь он не исчезает. Здесь, значит, имеется коллекция разных видов осетровых, начиная с дальневосточных, калуга, амурский осетр, сибирский осетр, байкальская, апска и лентская формы, стерлядь местной популяции, русский осетр, севрюга, белуга. То есть почти полный набор всех видов. Плюс гибриды хозяйственно-ценные, получаем, которые хорошо растут. Ну, существует две категории рыбоводных предприятий. Одни, это в основном государственные, федеральные собственности, они занимаются зарыблением естественных водоемов. И есть товарные, которые разводят его, одомашнивают осетровых, разводят в искусственных условиях, получают товарную продукцию, в том числе икру. Вот это Кармановский рыбхоз, это такое хозяйство, которое товарное. Кармановское водохранилище, водоем-охладитель, Кармановский ГРЭС было создано в 68-м году прошлого столетия на реке Буль. Это левый приток Камы. Площадь водохранилища составляет 3,5 тысячи гектаров, средняя глубина 3-4 метра, максимальная у плотины 14 метров. По уровню тепловой нагрузки Кармановское водохранилище относится к слабо подогреву. На сбросных каналах ГРЭС, не замерзающих в зимнее время, установлено несколько садковых линий Кармановского рыбхоза, крупнейшего рыбоводного хозяйства Башкирии. Несколько лет питерский ихтеолог из Центра междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды Сергей Подушка составлял список видов рыб, встречающихся в водохранилище и выращиваемых в садках. Этот список насчитывает 48 видов, в том числе 11 видов осетров. В садках рыбхоза плавают сибирские, русские, сахалинские, персидские, амурские осетры. Шип, стерлик, севрюга, калуга, белуга, меслонос. В отдельном садке плавают альбиносы, белые осетры, стерлики, севрюги. Говорят, икра таких альбиносов особенно ценится, она не черного, а светло-серого цвета. Осетров здесь выращивают не только на продажу для столичных ресторанов и крупных торговых сетей, но и для увеличения их популяции. Кстати, специального зарыбления в подохранилище осетровыми не проводилось, в этом нет целесообразности. Однако, случайно сбежавшие из садков особи, а также гибридные формы, могут иногда встречаться в кармановских водах. Большая работа в рыбхозе проведена по изучению стерлиги, генерации 1998 года рождения, родителями которой были дикие производители, выловленные в устье реки Белых. Многие рыбоводы из других регионов России, приезжающие в карманы, обращают внимание на необычный вид кармановской стерлиги. Прежде всего, это касается ее окраски, особенно нижней стороны тела. Наряду с обычными белобрюхами-экземплярами, в стадии присутствуют особи с различной степенью пигментации. Сегодня в России промысловый лов осетровых сопрещен. Но браконьерство, тем не менее, процветает. Поскольку продажа черной икры и осетрины приносит большие деньги, браконьерский промысел не является частным. Там, где осетровых пока относительно много, это организованный и крупномасштабный бизнес. Башкирия не относится к таким регионам, хотя в ее реках плавает немало стерлиги, шипа, севрюги. Конечно, браконьеры есть и у нас. Однако, пока существуют такие рыбхозы, как кармановский, осетролам не грозит полная института.